Пссс, нагибатор. Поставь лайк, подпишись на канал и напиши свой ник в комментарии. В следующем видосе оглашу того, кто выиграл Коктейнер. Давай, удачи! И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и я сегодня записываю новый ролик. Довольно-таки неожиданный, негаданный видеоролик, который я никогда еще не делал. Интереснейший видос, который будет связан с чем-то необычным. Возможно, это новый цикл каких-то интересных рубрик, которых у меня на канале еще не было. В общем и целом, мы пробуем что-то новое, что-то интересное. И сегодня мы попробуем сыграть два против меня одного. Это у нас что-то вроде тандема. Сейчас у нас проходит данный интереснейший турнир. И, конечно же, я готовлюсь к нему, а против меня сегодня будут играть мои подписчики. Да, у них не такие хорошие именно такие гаражи. Но ребята стараются, ребята хотят научиться как-то грамотно играть. Смотрят постоянно стримы, будут правильно пытаться отыгрывать. Ну, а я для себя сделал вот такой вот какой-то определенного рода челлендж. Смогу ли я его выполнить? Смогу ли я один выиграть двоих? Прямо-таки сейчас мы вместе с вами это все дело узнаем. Ребята будут играть на Викинга Жиги плюс Викинга Гром. Гром у него, к слову, у Ставра Викинга Гром М3. В М2 модификации, да, у ребят не какие-то такие сверх жесткие гаражи. Но, в общем и целом, выиграть одному против двоих, как по мне, очень тяжело, очень тяжело потянуть тандем. Но я попытаюсь сегодня это сделать. И, ребят, если вам нравится вообще что-то новое, что-то новое в плане скиллозависимых рубрик, то обязательно не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Ну и, конечно же, в комментариях писать, что подобного рода видеоролики вам интересны. И вы хотели бы, чтобы их было бы намного-таки, намного-таки больше. Играть в данном бою я буду на Викинга Жиги. Попытаюсь максимально четко делать правильные вещи. Сейчас, конечно же, надо подбирать ДДшечку. Двойной дроп уже у меня имеется. Вижу, с правой стороны уже один танк поехал, второй ставит по центре Кумину. Попытаемся сейчас быстренько заехать и дернуть данный флажочек. Не знаю, получится у меня это, конечно же, сделать или нет. Здесь должен спокойнейшим образом разбираться с Жигой. От Жиги у меня, к слову, резист имеется. Вот сейчас даже можно было бы попробовать задуть двоих. Да, получается, одного слить. И сейчас попытаемся поставить сразу первый флажочек. Не совсем грамотно, наверное, сыграл сейчас противник. Можно было меня здесь более обмануть. Но проблема, ребят, вся в том, что когда играют два игрока против одного, у меня рано или поздно наступает кулдаун, как сейчас прямо-таки это было. Ну а противник одного из двух все равно мне пришлось сливать. И тем самым они просто конвейером простецким образом увозят флаг. Но мы, конечно же, не отчаиваемся. Один-один это ничего страшного. Сейчас попытаемся быстренько ворваться. И что-нибудь, надеюсь, у меня здесь получится. Гром там на пол хп, даже может меньше. У него кулдаун. Его, в принципе, можно было бы даже не добивать. Там аккуратно минка, минка, минка. Объедем, объедем, объедем. Все четенько, забрали, вернули. И сейчас можно попытаться поставить данный флажочек. В принципе, там Викинг Игром не успевает. И все шансы на доставку данного флага у меня имеются. Плюс я вижу, что Викинг Ажига уже катит по центрику. Здесь попытаемся сейчас быстренько его раздамажить. Да, у меня это получается сделать. Ну и вот, как всегда, старый добрый кулдаун, который опять меня настигает. Но ладно, хорошо здесь у меня получается слить противника. Прожимаем Delete. Ну и 100% сейчас противник просто легчайшим образом увезет флаг. И вот это, наверное, самая яркая проблема одного игрока, который играет против двоих. Но сейчас попытаемся что-нибудь сделать. Возможно, получится раздамажить. Но если бы не влог вот этот грамотный корпусом, то, возможно, у меня бы что-то получилось тут сделать. Ну а так это 2-2. 2-2. Надо быстро пытаться врываться. При том всем раскладе то, что мне уже сбили аптечку. Здесь еще довольно-таки грамотная мина, которую я случайнейшим образом схавал. И пришлось уйти на респ. Скорее всего, сейчас не успеет противник увезти флаг. А у меня, в принципе, имеется неплохой респ. Если сейчас попробовать заехать сразу же в атаку. Двойной дроп я уже подобрал. И сейчас нужно, конечно, по центрику смещаться. Да, отлично, отлично. Немножечко прочитан был противник. Здесь его быстренько забираем. И можно смело увозить флаг. Викинга гром сейчас будет потихоньку уходить на кулдаун. Но нет, там ДА-шку еще находит. Но это будет доставка флага. Это 3-2, ребят. До сих пор я веду. Три минуты боя прошло. Но у меня получается выигрывать. Это что-то... Что-то с чем-то. Я даже, если честно, не надеялся, что у меня получится вообще вести в данной катке. Все же, какой бы ни было бы гараж у моего противника, при всем том раскладе, то, что я играю 1 на 2, это очень тяжело. Это тяжело просчитать в плане распределения расходки. И в плане того, что мне все равно одного из двух надо постоянно контролить. В том плане то, что если даже я его уношу на респ, он респуется, он уже целый с, получается, всей расходкой. А у меня она уходит на кулдаун. То есть, один танк из двух всегда должен контролиться под его КД. Если я не контролю под КД, то происходят какие-то такие вот непонятные ситуации. И спокойнейшим образом даже противник может вот так вот просто увозить флаг. Здесь сейчас у меня будут, конечно же, огромнейшие проблемы. Прожимаю здесь делит. Ну, не знаю. Честно говоря, наверное, не стоило здесь его сжать. Надо было немножечко откатиться. Но то, что случилось, то случилось. Давайте попытаемся сейчас быстренько по центрику ворваться. Не знаю, получится у меня здесь сейчас это сделать или нет. На двойном дропе уже летит. Не тру прожимаю. Да, здесь я успею. ДА-шечка. Минка в подъемчик. И много урона все равно я получаю. Здесь надо было бы, конечно же, прожимать аптечечку. Но захотелось выждать под ДД. Но в итоге, можно так сказать, не совсем правильно использовал свою аптеку. И сейчас меня быстро, наверное, таки здесь разберут. Не получится у меня здесь ничего сделать. Хотя, в принципе, 0 хп. Нет, нет, нет. Стой, 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 стой. Да. Гром попадает. Хотел немножечко более грамотно сыграть. Откатиться. Возможно, выиграть какие-то считанные секунды. Но хотя, в такой ситуации все равно бы мне ничего не помогло. И сейчас попытаемся ворваться. Дропчик очень вовремя падает. Минка в подъеме не имеется. А вот сейчас этот грамотный блок от Ставра очень сильно даже зарешал. Я бы сказал, вот вам и проблема игры одному на двоих. И какое бы ни было не совсем качанное, не совсем нагибающее вооружение у противника, все равно за счет блоков, за счет правильной реализации своего корпуса можно спокойнейшим образом сделать так, чтобы я не мог просто даже заехать и подобрать флаг. Сейчас два игрока находятся по центру раздамажить, попытаться. Надо как можно больше одного даже сливаю. Второго хорошо, без аптечки оставляем. Но это уже 5-4, ребят. Это 5-4 не в нашу пользу. Остается еще 5 минут. 5 минут имеется. В принципе, какие-то минимальные шансы у меня еще на исход положительную. В мою именно таки сторону, в положительную сторону данной катки имеется. Хотя сейчас даже контролил почти что crazy данную аптечку. Но у него немножечко не получилось здесь. Ах, не надо было, конечно, хавать эту минку. Ну ладно, давайте попытаемся вывести на центр. Сместиться под правую зону. Ладно, одному аптечку мы сбиваем. Второго добиваем. И сейчас будет неплохая попытка на доставку данного флага. ХП очень мало. Очень мало ХП. На один выстрел остаюсь. И, 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 и есть. Отличнейшим образом сейчас ставим флаг. Не знаю зачем. Гром сместился в центр. Хотя, если бы он просто поехал за мной. Но, скорее всего, он просто не читал, сколько у меня ХПшки. И не думал, что я остался именно на один выстрел. Попытаемся сейчас быстренько раздамажить. Ах, какая грамотная сейчас была мина в исполнении Crazy Guy Online. И я просто спокойнейшим образом ухожу на респы. Ребята показывают, что они не такие простые. Они могут выигрывать. Они могут просто спокойнейшим образом брать и разбирать двоих. Я, безусловно, конечно же, доволен тем, что у ребят даже так получается выигрывать. И тем самым доказывают, что все же они могут тянуть. Да, конечно, это один, это не два танка. Но гараж у ребят тоже не совсем крутой. Сейчас попытаемся здесь поставить данный флажочек. 6-6, ребят. Друзья, просто 6-6. 6-6 и 3 минуты до конца. Сыграть более аккуратно и попытаться выиграть данный бой. Но сейчас уже Жига будет увозить по центру. Хорошо, отлично. Добываем его. Громчик будет по центру выкатываться. И не совсем отличная, наверное, позиция у меня для принятия данного грома. Он будет сейчас пытаться здесь увозить. Не труп рожал. Хотел выждать сразу под ДАшечку, но не получилось. Не получилось. Отличный блок корпусом. И опять меня эта Вика Жига просто нагибает. Просто берет и делает то, что она хочет. Плюс еще не успел быстренько включить аптечечку. И пытаются они здесь уже увозить флаг. Нужно быстренько попытаться сместиться. Нет, нет, нет. Стой, 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 стой. Ах, не дотянулся. Боже, жалко. Очень жалко. Два флага таких глупых потерял. Можно было сыграть более аккуратно и более правильно. И не терять хотя бы один из этих двух. И возможно у меня были бы какие-нибудь еще минимальные шансы. Хотя в принципе две минуты у меня еще имеются. И давайте попытаемся сейчас быстро ворваться на грома. Гром на кулдауне. Еще и блоки... Именно таки задевает стеночку. Поставим здесь флажочек. 8-7. Один отыграл. Еще чуть-чуть надо отыграть. Можно было сейчас там даже его в минус кинуть. Но он был на чересчур маленьком количестве здоровья. Две минуты. Гром уходит в атаку. А у меня как всегда кулдау. Ну что я могу сделать? Вот что я могу сделать в данной ситуации? У меня полное КД. Жига едет на меня. Попытаюсь выждать ДАшку. Но без ДАшки тут точно ничего у меня не получится сделать. Давай, 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 давай. Время, 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 время. Давай, 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 давай. Ай, ну, видите, ребят. Такая ситуация то, что ты как бы очень стараешься. Ты пытаешься сделать максимум. Но кулдаун все равно тебя настигает, да. И по всем правилам тандема это один из немаловажных факторов. То, что при твоем кулдауне ты реально становишься игроком, которому намного-таки тяжелее делать такие вот движения. А тем более играть против двоих. Это вам, не знаю, ну... Не двигаться просто по карте. Не бегать в переодевалки какие-то играть. Здесь нужно довольно-таки грамотно читать противника. При всем том раскладе, то есть сейчас можно было бы даже попытаться вернуть данный флажочек. Сбивает здесь мне аптеку. Очень грамотно сейчас откатывается данная жига. Выигрывают время, ребята. Просто они выигрывают время. Они делают довольно-таки правильные действия против игры именно-таки меня одного. Если бы сейчас бы ребята бы с самого начала тоже бы делали вот примерно такие движения, то есть не ехали вдвоем, например, под меня сливаться, а разменивали бы как можно больше хп, то я думаю, что даже счет был бы уж далеко не 7-10. Я думаю, что может быть даже каких-нибудь 15-5 было бы. Но имеем то, что имеем. 20 секунд до конца данного боя остается. Попытка еще хотя бы один флажочек поставить у меня была, но довольно-таки грамотно откатывается сейчас жига. Добиваю одного. Времени уже очень мало и явно у меня не получится вернуть здесь данный флаг. Просто уходим назад и сохраняем счет на табло 10-7. 10-7. Один против двоих. И, как по мне, довольно-таки грамотный бой от моих противников. Я, если честно, ожидал от них меньшего, думал, что у меня больше получится сделать, но имеем то, что имеем. Мы проигрываем данный бой со счетом 7-10. Ребятам огромнейшее спасибо за то, что дали мне сыграть такой интересный бой против них. Ну и, конечно же, ребят, если вам понравился данный видеоролик, не забывайте прожимать палец вверх, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые ролики. И, конечно же, ребят, напишите, нравится ли вам такие видосы, продолжать мне делать что-то такое интересное, ведь это, я бы не сказал, что какая-то определенная рубрика, это что-то скиллозависимое, и сегодня у меня здесь не получилось выиграть. Но, а что касаемо ТОВ Тандема, то потихоньку двигаемся дальше. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok